всем привет а в сегодняшнем видео я сделаю обзор на вот такую прекрасную новинку от фирмы wood stitch эту снежинку я уже вышла в этом же видео покажу вам все от обзора набора до процесса вышивки если вам нравится такой формат видео ставьте лайк и продолжаем просмотр и еще я вам сделаю обзор на новинку от фирмы wood stitch вышивка на деревянных заготовках вы на канале вышивка плюс с вами инесса и сегодня хочу вместе с вами распаковать и посмотреть а вот такую снежинку это новинки которые вышли недавно от фирмы wood stitch я очень люблю эту фирму вышиваю на деревянных заготовках вот еще фирма wood stitch на деревянные заготовки тоже сделаю вам обзор ну а вот эту снежинку хочу вышить дело в том что в этом году я очень мало вышила новогодних игрушек ну совсем мало поэтому очень хочется вышить еще что-то и как раз таки в новинках вот эти снежинки на сайте они разные это снежинка из магазина иголочка com.ua украинский магазин я оставлю вам ссылочку под видео и вы сможете посмотреть какие еще вышли снежинки я обязательно буду заказывать их все они все очень красивые вот реально все красивые и вы видите здесь и бусы и стеклярус и бисер и сейчас посмотрим здесь прозрачная идет заготовка я давным давно не вышивала мононитью не люблю мононить но мы сейчас посмотрим как здесь обратная сторона сейчас посмотрим что здесь у нас с обратной стороны смотрите стеклярус сейчас я все вытащу чтобы вам хорошо было видно надеюсь освещение нормальное я все лампу уже включила какие только можно голубой стеклярус серебристый бисер прозрачные бусины здесь тоже покрупнее бусины такая красивая стразинка переливается белый бисер это чуть покрупнее это не десятый бисер вот этот десятый номер вот 10 а этот вот чуть покрупнее вот мне нравится работать с такими изделиями где покрупнее материалы мне сложно ювелирным бисером и вот такой еще идет белый серебристом покрытие внутреннее покрытие серебристое такой идет еще красивый стеклярус и давайте посмотрим две иголочки и фетр я сразу и не поняла думала вот этот фетр пришивается или приклеивается на обратную сторону не поняла почему же он другого размера оказывается этот фетр он идет просто для иголочек чтобы не потерялись иголочки а вся игрушка должна быть прозрачная поэтому все ниточки нужно закреплять мононить очень аккуратно чтобы с обратной стороны не было путаницы я первый раз буду вышивать такую работу где обратная сторона не будет закрыта но посмотрим посмотрим что у меня получится вот мы видим с вами дырочки я переживаю смогу ли я сообразить в какую дырочку какая бусина пришивается но наверное это на первый взгляд только сложно а потом уже все будет легко но я хочу все снежинки какие есть в магазине они разные формы очень очень красивые ну что буду вышивать и в этом же видео в конце покажу что у меня получилось здесь есть подробное описание по сборке вот указаны все элементы по номерам ну и нитки смотрите здесь есть мононить в комплекте я только подумала о том что мне надо найти где у меня мононить но мононить здесь есть в комплекте и это классно здесь идет рекомендация как пришивать бисер как пришивать так 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 значит первое вышивку необходимо начинать с центра все элементы пришиваются строчным швом крупные элементы прошиваются два раза да кстати стеклярус нужно прошивать два раза вообще буду в две нити вышивать потому что стеклярус может резать не только нитку но и мононить отверстие для некоторых элементов могут быть общими толщина позволяет проходить игле несколько раз и вот здесь схема где показано где показано как пришивать кстати на ютюбе есть канал магазина иголочка я тоже вам ссылку оставлю под видео у них там иногда выходят обзоры на новинки и так еще раз всем привет закончила я вышивать снежинку заодно покажу вам еще две игрушки вышитые перед этим новым годом да немного в этом году я выше вышила игрушек хотя у меня был совместный проект по вышивке новогодних игрушек мои зрители вышили гораздо больше а я вышила всего лишь три на канале уже показывала все процессы в основном я показываю в трансляции но вот это вот игрушечка от волшебной страны на деревянной заготовке фетр с обратной стороны вот есть и в такую я привязала ленточку красную ленточку как-то чтобы они немножечко отличались игрушки между собой привязала красную серебристая сюда не не подходит а ярко золотая тоже другой у меня не было привязала красную ладно пусть будет так это вот игрушка от фирмы butterfly на фетре таких у меня несколько вышиваются очень быстро на следующий год планирую тоже повышевать единственные вот фетр у меня собачка и две кошки иногда ворсинки сюда приклеиваются так ну и вот красота которую я вышила игрушечка от фирмы wood stitch а на самом деле вышивалась очень быстро где-то я справилась за полдня можно было бы справиться гораздо быстрее если у вас есть опыт вышивки мононитью я не люблю работать с мононитью всегда такие процессы откладываю но такую красоту не могла и не вышить кстати заказала еще четыре игрушки я вам уже говорила что фирма wood stitch выпустила несколько вот таких дизайнов на прозрачной основе ну и все-таки сейчас буду рассказывать я засняла весь процесс покажу вам как я закрепляла мононити в начале работы в конце ну вы просили показывать мне такие видео и вот наконец таки я засняла специально переместилась на темный стол чтобы хорошо вам было видно потому что на белом столе сливается вот эта прозрачная основа ну и что же у меня получилось вышивала я все-таки в одну нить хотела вышивать в 2 нити но потом подумала что может быть это будет на обратной стороне смотреться грубо каждую бусину и стеклярус я пришивала два раза делала два стежка но мелкие бисеринки пришивала одним стежком потому что там нет острых краев ну вот собственно поэтому изнанка получилась более менее аккуратная девчонки мне писали что хорошо бы вышить вторую сторону но в комплекте на одну сторону были бусины я думаю не обязательно вышивать вторую потому что просвечивает настолько прозрачный пластик что вот вы видите здесь просвечивают и бусины и стеклярус я думаю что даже не обязательно когда вот далеко висит вот так игрушка я бы не сказала что прям сильно бросается в глаза что обратная сторона некрасивая ну вот давайте посмотрим например вот на эту игрушку и мы же видим с обратной стороны фетр и все игрушки на деревянных заготовках почти все они идут с фетром если даже с обратной стороны будет бисер то вот эти деревянные заготовки будут очень тяжелые а вот эта игрушка очень легкая вот видите сейчас лежит к вам изнанка к вам повернута изнанка но видите бусины и стеклярус просвечивает в общем вот такая вот получилась красота очень понравилось шнурочек был мой в комплекте не было шнурка у меня такой был серебристый шнурочек ну я думаю что для первого раза все получилось очень даже аккуратно но и сейчас расскажу вам о деталях этой работы что нужно было сделать для того чтобы работа выглядела аккуратно как удобнее всего работать с мононитью вставляем кончик мононите в иглу обязательно завязываем пару узелков эти узелки свободно проходят через бисеринки но и не позволяют лески выскакивать из иглы тем самым мы иглу не потеряем и нас не будет раздражать то что леска постоянно выпрыгивает нужно было хорошо закрепить ниточку в начале изделия не делав узелки на обратной стороне эти узелки нужно было хорошо спрятать на лицевой стороне поэтому хвостик и оставила на лицевой стороне хвостик желательно оставить подлиннее если оставить короткий то неудобно будет заправлять его в бусинке ну вот смотрите внимательно два раза я пришила бусинку и кончик который у меня остался завязала завязать нужно где-то на 3 узелка 3 узелка и для этого у нас есть вторая игла вот этот кончик вставляем во вторую иглу и а протаскиваем его между бусинок а или между длинным стеклярусом вот идеально вообще когда стиль через стеклярус если даже вы еще не пришили стеклярус то пусть этот хвостик пока торчит можно потом его заправить из стекляруса точно он не вылезет можно даже где-то еще в каком-то месте закрепить завязать пару узелков и также пропустить через несколько бисеринок или через длинный стеклярус и вот у нас получился хвостик спрятан на лицевой стороне и в то же время на изнанке нет совершенно никаких узелков но дальше в процессе вышивки иногда кое-где на обратной стороне я завязывала леску буквально один или два узелка делала если вдруг леска леску порежет стеклярус чтобы не распускалась все изделие я для страховки иногда закрепляла малюсенький если узелок там его особо не видно ну кое-где делала кое-где слишком длинную леску я не могла отрезать потому что не люблю работать с вон и нитью она у меня постоянно путается ну вот так я пришивала одну бисеринку за другой и что же самое главное нам нужно сделать самое главное нужно нам уже мысленно проложить траекторию по которой мы будем двигаться для того чтобы на открытых участках вот где есть открытые участки не видно было леску если по обратной стороне будет протяжка то на лицевой стороне эту протяжку будет заметно поэтому нужно было вышивать так чтобы протяжек не было но если все-таки протяжку нужно сделать то можно вернуться по лицевой стороне пропустив леску через те бусины и бисеринки которые уже пришиты это самый идеальный вариант чтобы не делать протяжку но и в конце изделия также закрепляю на лицевой стороне несколькими узелками а протаскиваю через бусины стеклярус закрепляю еще раз и еще протаскиваю никогда нельзя отрезать на хвостик возле самого узелка обязательно хвостик должен был быть заправлен в бусины и только тогда можно хвостик лески отрезать иначе может распуститься ваш узелок если конечно игрушку не трогать она вот так будет лежать аккуратно то ничего не распустится но если эту игрушку будут играть дети или вы будете часто брать в руки а то тогда может быть где-то хвостики и распуститься поэтому для надежности для надежности нужно закреплять несколько раз и вот пропускать леску и только тогда ее отрезать это правило работы с мононитью никогда нельзя обрезать близко к узелку нужно оставлять небольшой хвостик что хочу сказать по комплектации набора иголочки очень хорошие мне понравились бисеринки с запасом остались и даже осталось большое количество мононити которую я конечно же запутала вот поэтому я не люблю с ней работать но ничего здесь очень много было лески поэтому не страшно но сейчас мы с вами посмотрим вот такую новинку тоже от фирмы вот стич это вечный календарь денежная жаба посмотрите а здесь идут цифры 28 июля написано ну вечный календарь прям даже интересно этот календарь магазин мне прислал на обзор я такие не видела первый раз сейчас вместе с разглядывать вот такая вот идет схемка цвета символьная достаточно крупная кусочки фетра фетр приклеивается на обратную сторону очень нравится мне заготовки от фирмы вот стич деревянные видите здесь идет разметка а я люблю вышивать с разметкой то есть это лицевая сторона это соответственно обратная сторона где будут закрыты все наши узелки погрешности ну в общем вот так чтобы не видно было но очень даже красиво я сейчас покажу готовую шкатулку вот я ее уже не первый раз показываю и девочки спрашивали как закрывается вот видите с обратной стороны приклеивается на крупных узелков я не делаю они такие плоские у меня узелки видите ничего не выпирает даже не видно на клей момент на гель момент покупаю и на гель момент приклеиваю обратную сторону ну и в общем у нас получается такой календарь кстати вот здесь вот стыки на тоже я на клей момент сажала она пва пробовала что-то у меня не получилось плохо держалась где-то я читала что можно дерево или фанеру клеить на пва но у меня не получилось хотя строительный брала клей поэтому лучше гель момент только сразу ватными палочками протираете чтобы он нигде по краям не оставался не вылазил чтобы его не видно было прям по чуть-чуть капаете и вот такой у нас получается календарь здесь все месяца все месяца и циферки интересно очень даже интересно такой получается вечный календарь здесь у нас идет описание процесса сборки вот она инструкция собираются вот такие вот кубики видите эти кубики можно переворачивать вот можно переворачивать и получится у вас такой вот календарь сейчас от фирмы вот стич идут разные наборы вот видите календарь еще есть подставки под телефон ссылочку под видео оставляю а можете перейти и там посмотреть а какие есть подставки под телефон кстати девчонки вышивали уже на ютюбе есть готовые видео и подставочки довольно таки удобные ну и вот собственно у меня получилась такая красота если видео было вам полезно не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал с вами была инесса всем желаю удачи пока пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok